Я хотел бы сказать, что сегодня, по большому счёту, тут такая аудитория собралась, вся-то девушка у нас была одна, всё-таки нету, да? Спасибо ей большое, но всё-таки давайте соблюдать консенсус у нас. И сегодня такая аудитория, что, собственно, выплясывать перед вами никто не будет, по большому счёту. Да, то есть мотивировать, кричать, вау, мы лучшие, да, то есть вот сегодня будет разговор, наверное, очень чёткий. Разговор будет о фактах, разговор будет на цифрах, разговор будет, наверное, о том, как здесь хорошо и много зарабатывать. Поэтому давайте начнём обучающую часть нашего сегодняшнего мероприятия. И в самом начале я хотел бы, чтобы вы встретили по-мужски, так чтобы, знаете, чтобы было слышно, что это не девчонки хлопают в ладошке, что маникюрчик берегут. Одного из топовых хейтеров нашей команды, гиф-хейтера Артём. Ну что, друзья, давайте начнём. И знаете, в самом начале хотел задать вопрос. Есть ли у нас в зале совсем новички? Ага. Прилично, прилично. Молодцы. Поприветствуем, да, да, да. И знаете, у многих новичков, у многих новичков всегда возникает вопрос. Казалось бы, Ориклэйм, казалось бы, какая-то косметическая компания, откуда там девчонки? Ну и вот сегодня, наверное, для многих будет открытие и удивление, да, что здесь есть девчонки и что здесь их очень много. Давайте так, вот из новичков, кто из новичков зарабатывает в месяц, ну, больше ста тысяч рублей? Есть. А больше двухсот? Отлично, отлично. А кто бы хотел зарабатывать от двухсот, либо трехсот тысяч рублей? Угу. За последний отчетный период, который совсем недавно закончился, мы с супругой рассчитали, наш доход составил почти 453 тысяч рублей за месяц. И я вам скажу, это не самый большой доход среди тех, кто сейчас в зале. Да же? Не более комфортно. Мы отчитываемся официально, у нас, нам нечего бояться и некого бояться. Все цифры официальные. Ну и давайте поговорим о том, сколько в нашей, какие там обороты в нашей команде. Интересно? А то многие же, знаете, я очень часто слышу на тему, да, кому он нужен, да, кто это покупает, да, это копейки стоят, да, особенно от мужиков. Типа, чего там, ну да, покупаем для себя, для семьи, там, на копейки. Можем... Следующий проект, будешь? Тупо. 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 Цифры официальные, цифры официальные взяты не из чего-то. Смотрите. 2014 год. 2014 год. 2014 год. Точень добрый. Немножко поменялось, тут было 2014. Товарооборот. Товарооборот нашей команды составил 174 миллиона рублей за год. Гональные цифры? Ну, как бы, я думаю, для традиционного бизнеса небольшие. Я бы сказал. Да? Толи пирога. Вот это, Толя пирога, это 2012 год. 317 миллионов. А тут дается интересно, да? Практически в два раза. И возьмем 2016 год. Первые 9 месяцев. Еще не закончилось здесь. Еще даже 9 не закончилось. Да? Почти 400 миллионов. Товарооборот. А как вы считаете? Почти за 9 месяцев вот такой вот товарооборот. С этого товарооборота компания обещает и гарантирует выплату в 33%. Это максимальная выплата с бонусами, с поездками, с автомобилями, с объемной скидкой, ну и со всеми, со всеми делами. То есть у нас, у нас же много видов заработка, у нас же не один вид заработка. И просто я сложил все, да, и получилось 33%. Ну и давайте следующий. Следующий слайд. По подходам команды. Смотрите, вот это наша команда. Только в числах. В цифрах. Потому что достаточно тяжело сейчас. Каждого назвали по имени, по фамилии. Так можно отодвинуть. На уровне 3% почти 12 тысяч человек у нас в команде. На уровне 6% — 6 тысяч человек. На уровне 9 — почти 5,5 тысяч человек. На уровне 12 — 2,5 тысячи человек. На уровне 15 — почти полторы тысячи человек. На уровне 18 — 550 человек. На уровне 22% — 661 человек. Это уровень 22% и выше. Ну и смотрите общую сумму, которую они зарабатывают. Это вот за 3 недели. 13 миллионов 851 тысяча. За 3 недели — 13 миллионов 851 тысяча. За год выходит за 9 месяцев. Выходит 126 миллионов. Это только за этот год. Вот с января по сентябрь. Это вход. Хорошие цифры? Кто бы хотел такие цифры? Все бы было бы хотели, но многие не верят в эти цифры. Это на самом деле так. И самое интересное, что не мы эти деньги все зарабатываем. То есть не я там, не Антон, не кто-то еще из топового состава нашей команды. Эти деньги делятся справедливо по каждому человеку. Абсолютно справедливо. Все выплаты. Это по поводу денег. Ну и давайте поговорим на тему, что же повлияло, что же влияет на такой, я бы сказал, бешеный рост. Ну, потому что по-другому это не назовешь, да? Пообщайтесь с людьми, с предпринимателями, которые сейчас работают. Либо с людьми, которые работают на работе. Что бы мне за последние два года поменялось? Ну, другой, кто снялся в лучшую сторону. Чаще в худшую, чем в лучшую даже. А кто-то просто ушел из предпринимательства. Потому что кризис в стране. А на нас кризис в обратную сторону влияет. Абсолютно пропорционально в обратную сторону. Почему? Я отвечу. Смотрите так. Когда в стране кризис, когда людям зарплату урезают. Когда людей сокращают. Когда людей увольняют. И возможностей других особо нету. Вот посмотрите, сколько сейчас предлагают работодатели. 15? В лучшем случае 20, если вы хороший специалист. На эти деньги вообще невозможно жить. Кого-то даже за квартиру заплатить невозможно. Вот. И в этот момент. И в этот момент. Приходит рефлейк человеку. С предложением бизнеса. Человек естественно. Естественно. Адекватно воспринимая ситуацию в стране. И адекватно воспринимая возможности этого бизнеса. Он присоединяется и начинает строить бизнес. Именно поэтому во время кризиса у нас бурный рост. Потому что мы работаем не с потребителями. Мы работаем не с продавцами. Мы работаем только с партнерами. Которые приходят и начинают с нами в команде работать. И наша задача их обучить всему. Чтобы они стали профессионалами. И второй момент. Это инновации в системе работы. Конечно же. Конечно же. Просто так кризис не может повлиять на наш бизнес. Чтобы он повлиял. Чтобы он повлиял. Чтобы он повлиял. Вы должны что-то делать. Да. А еще лучше. Если вы что-то добавите. Что-то улучшите. Что-то усовершенствуете. Так вот. Два года назад. Два года назад. Сели и задумались. Как сделать так. Как сделать так. Максимально. То есть. Ну. Сто процентов ты этого не сделаешь. Ну вот. Максимально. Как сделать так. Чтобы оставлять потребителя вместе с нами. Обратите внимание, что сейчас происходит. Сейчас потребительский рынок. Потребительский рынок. Он настолько перенасыщен. Что. Огромное количество людей. Огромное количество людей. Берут. Что-то. По ходу жизни. То есть. Забежал там. Взял там. Пробегал здесь. Случайно. Взял здесь. Да. И. Огромное количество людей. Сейчас невозможно. Удержать. Огромное количество людей. Просто так. Да. То есть. Что. Ты. Сказал вот так. И все пошли. И начали. Только здесь покупать. 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 Сейчас нужно. Чем-то. Мотивировать. Покупателя. И. Самое интересное. Что они скидками. Вот. В чем дело. Скидки. Сейчас дают. Все. Во времена кризиса. Плохо. Всем. И. Все. Готовы. Отдавать. Прибыли. Лишь. Хоть как-то. Товаропроды. Сохранить. Чтобы. У них на складах. Это все не испортилось. Вот. И. Именно поэтому. Мы придумали. Новую. Интересную. Систему. Которая. Позволяет. Удерживать. Потребителя. Мотивировать. Потребителя. И. Потом. Его. Превращать. В партнера. Да. То есть. Из потребителя. В партнера. Представьте. Вы. Каким-то образом. Замотивировали. Потребителя. Покупать. У вас. А потом. Раз. И. Начал. Вам. Приносить. Такие. Огромные. Объемы. Случайно. Просто так. А это. Непросто. Это. Непросто. И. Вот. Эта. Система. Которую. Мы. Запустили. Которая. Сейчас. Работает. Приносит. Колоссальные. Результаты. Вы. Видите. Да. Я. 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 И. Он. Он. Отличный. КонLR. Отличное. Интересное. Из relationship. То есть. audine. Аээ. Что мы делаем right now? Когда я провожу презентацию бизнеса человеку, люди делятся на три категории. Первая категория – это те, которые говорят, я не хочу, мне это неинтересно. Вторая категория – это те люди, которые мне говорят, ну, давай регистрируй меня, я попробую продукт и так далее, нам по ходу разберемся. И третья – это те, кто приходят в бизнес. Так вот, те, кто говорят, я хочу попробовать продукт, что я делаю? К примеру, ну, вы можете на себя это переводить, да, то есть, что вам нужно будет делать, да. Приходит человек, говорит, я буду потребителем. Вы ему говорите, хорошо, отлично, здорово, но имей в виду, что я все равно под тебя подустрою структуру. Я каждый день приглашаю новых людей, на каждый день бизнес-встречи, я каждый день общаюсь с новыми людьми, и я под тебя буду строить структуру. И следующего человека я приглашаю и ставлю вот сюда под него, вот таким макаром, регистрирую. Следующего человека, вот это тоже, допустим, просто потребитель, следующего человека я ставлю вот сюда под него, вот таким макаром. А вот один раз заказал, сидит и смотрит, что же происходит-то, я-то не верю в этот бизнес, я-то ничего не делаю, а у меня-то структура растет, у меня товарообороты растут. И что происходит зачастую? Вот этот человек включается и начинает работать. И следующего человека, которого он приглашает, он его регистрирует в США. И тем самым зачастую включает вот этого человека или вот этого. Почему многие люди не начинают в нашем бизнесе строить бизнес? Потому что они не верят, что люди регистрируются, они не верят, что проходят рейд товарообороты, они не верят, что деньги кому-то начисляются. И вот эту вот методику мы разработали. Конечно же, она не совсем так работает, как вот я сейчас описал. Потому что там есть очень много нюансов. Все зависит от человека, все зависит от того, что он думает и хочет. К примеру, вот ко мне приходит человек сразу после бизнес-презентации, готов назначить пять встреч, готов взять все на себя. Я его, естественно, зарегистрирую вот сюда. И буду работать с ним и ни одного часа ему не дам. Почему? А потому что зачем мне ему регистрацию давать, а потому что он бизнес-партнер. Моя задача – вот из этих из потребителей сделать бизнес-партнеров. Поэтому я с потребителями вот так делаю и поступаю. Бизнес-партнеры не иначе. Но вот эта технология, вот эта вот именно технология, позволила увеличивать объемы за год в два раза. Каждый год в два раза. Каждый год в два раза. А это, соответственно, доходы. И ваши, и ваших партнеров, и всех абсолютно, да, увеличивает. Вот, поэтому вот с этим моментом разобрались? Есть? Есть вопросы? Нет вопросов? Что у нас как-то это, групповая тишина? Говори. Как понять, что потом бизнес-партнеры, первые линии, с первыми сочетками? Ну, когда он после презентации, там, работа нечет, и готов к тому. Я ему сразу объясняю. Человеку мне после презентации говорит, «Все, у меня на сегодня две, на завтра три встречи», и так далее. Я говорю, «Все, поехали, собирайся, поехали». И я ему поясняю, я говорю, «Смотри, ты бизнес-партнер мой, я тебе ни одной регистрации не дам». Почему? Потому что я уверен, что если человеку здоровому подставить, раскрыли и заставить его ходить с костылями в течение месяца двух-трех, потом убери костыль, он не сможет ходить без костылями. Это нормальный абсолютно процесс. И я вот этот момент просто проговариваю, объясняю человеку, кто с амбициями, кто на самом деле бизнес-партнер, кто в себе уверен, он скажет, не уступай вообще никаких регистраций, мне ничего не надо, я там сам все построю. Вот мне бы, допустим, когда я в самом начале пришел, мне бы сказали, «Артем, ты тут подтикатываешь где-то, что строить?» Ты бы сказал, «Кого строить? Там что-то построю». Почему? Потому что у меня было амбиции очень много. Я пришел в этот бизнес, мне надо было 150 тысяч рублей в месяц. Все, меня вообще не интересовало халяву или еще что-то. Я это понимал адекватно, что мне нужно научиться этому бизнесу. И поэтому никаких подачек не просил, естественно. И точно так же со своими бизнес-партнерами я проговорил, что моя задача — тебя научить, чтобы ты без меня как-то смог сделать. А твоя задача — учиться, делать и учиться, делать и учиться. Все, собственно, да. А вот те, которые непонятно, то ли да, то ли нет, то ли вот такие вот неопределившиеся, куда можно прям строить, 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 а потом он там со временем включится. Когда увидит товарооборот, увидит команду дохода, соответственно. Вот. Друзья, про деньги поговорили, про товарообороты поговорили, про новые тенденции, да, новые технологии, инновации поговорили. Сейчас я передаю слово... ...сильно далеко отодвинуло. Ничего, большой подвиг. Хочу передать слово... ...это неопределиле... ...